Вы смотрите телеканал Вариант. Завтра последний день рабочей недели и впереди длинные выходные. О том, как интересно их провести, расскажет нам сейчас организатор арт-фестиваля «Мужество. Мужское творчество» Евгения Гурина. Здравствуйте, Евгения. Добрый вечер, Ильяна. Добрый вечер, зрители. Итак, вот мы уже видим у нас на экране 22 и 23 февраля. Рассказывайте, что будет у нас в городе впервые. Впервые однозначно. То есть творческими фестивалями, скажем так, наш город и знаменит уже, скорее всего. Но такого еще не было. Именно чтобы это был фестиваль мужского творчества. Здесь вот и в названии видно, мы немножко поиграли с названием. Да, мужское творчество, мужество, творческое мужество. То есть именно быть творческим мужчиной, где-то это и быть мужественным и решительным. Что будет? У фестиваля несколько площадок. То есть мы занимаем весь дом офицеров, Центр культуры и искусственной соборной площади. Площадок несколько. И на первом этаже, и на втором этаже будет что-то происходить. То есть если человек хочет интересно провести эти выходные, да, можно прийти на два дня, можно прийти на один день, но прийти обязательно надо. То есть что можно будет увидеть? Как только заходишь в дом офицеров, уже сразу попадаешь на территорию творчества. Потому что начинается, сразу встречает выставка фотографий. Это фотоклуб «Спутник» при областной библиотеке для детей и молодежи. Они сделали потрясающую выставку. Могу сказать честно, потому что я ее уже видела. То есть мы ее уже смонтировали, она уже есть. То есть интереснейшие фотографии, то есть мужчины в предлагаемых обстоятельствах. Тут же неподалеку наш участник, который возник совершенно внезапно, ну не в последний момент, но появилось, это клуб «Стрела и болт». Это основы будут стрельбы из лука и арбалета. То есть если человек в душе романтик, то есть вот маленький романтик, еще мужчина романтик, то есть да, вот прийти, почувствовать там себя Робин Гудом, рыцарем, еще кем-то. Там будет фото зона. То есть можно будет сфотографироваться в рыцарках, в доспехах, потрясающее совершенно место. Это пока только первый этаж. На втором этаже задействованы все залы. Будет зал мужское творчество непосредственно, где там именно какие-то рукодельные моменты, то есть то, что делают мужчины руками. Там же будет то, что делают мужчины головой, грубо говоря, концерт. То есть концерт музыкальный, там поэтический концерт. Он будет идти нон-стопом, и программа разная в оба дня. В этом же зале у нас шоу от автомодельного клуба. То есть это модели машинок, радиоуправляемые, которые будут ездить по залу. Он уменьшился этот автомобиль, вот он такой и есть. Потрясающе ребята это делают. Там же у нас выставка картин художника будет. И еще мы в последнюю минуту добавили такой момент. Будут столы для буккроссинга. То есть пришедшие на фестиваль люди, они могут взять с собой какие-то книги по творчеству, которые изучили уже, не понадобилось, прошло увлечение. Можно привезти их оставить, а взять какие-то другие себе. То есть абсолютно бесплатно. То есть именно такой вот момент. Отдельный зал посвящается на науке. То есть называется это наука на службе творчества. Там у нас три компании. То есть это музей науки человека и аврика. Региональный детский технопарк Кванториум и информационный центр по атомной энергии. То есть там тоже. Там бесплатные мастер-классы, там какие-то конкурсы, там можно порисовать 3D-ручкой. Кванториум, я даже еще не видела, честно говоря, их программу. Это будет еще и сюрприз. То есть это будут какие-то неожиданности. В фойе будет выставка нашего скульптора. Все его знают. Это Михаил Блинов. Это скульптура Франки Фепп, мальчика, и скульптура доктора. Он делает потрясающе совершенно. Вот я рекомендую прийти. Возможно, будет только 3 его работы, но посмотреть это нужно. То, что он делает с металлом, это потрясающе. Дальше будет еще один зал, там мастер-классы. То есть творчество мы будем не только его показывать, но будем ему учить. Не много мастер-классов, то есть именно чтобы человек мог выбрать, мог успеть и там, и там, и там. И там же у нас подарки на 8 марта. То есть хотя у нас фестиваль 23 февраля. Можно, кто не успел, женщин могут купить себе подарки своим мужчинам. Я думаю, кто не успел 22-го, можно и на 23-е там же. Все нормально, на месте можно купить, посоветоваться с мужчинами, с нашими мастерами, сказать, что лучше купить. То есть вот не дезодоранты, носки, а давайте что здесь. Пока женщина там, женщин тоже мы приглашаем на фестиваль, все нормально. В то же время там у нас женщины представлены со своими работами, женщины-мастера, которые посоветуют мужчинам, что купить в подарок лучше. То есть это действительно вот эти выходные, их можно и интересно провести, и полезно. То есть вот это просто такой подарок. Ну здесь подарок, как я понимаю, не только и не столько для мужчин, и для женщин в том числе. Потому что такая концентрация, мне кажется, мужчин и творческих мужчин на квадратный метр в Центре культуры искусства. Там даже холостые будут. Да, я думаю, редко встретишь девочки, внимание, да, будут даже холостые. Потому что обычно девчонки всегда спрашивают, куда пойти, да, где есть хорошая концентрация мужчин, чтобы познакомиться. То есть вот, пожалуйста, ну вот не предусмотрели знакомства вы еще? Я думаю, что первый раз. То есть фестиваль проводится первый раз, и однозначно он не последний. Потому что я сама безумно хочу попасть на свой собственный фестиваль, безусловно, посмотреть, что это будет. Но уже строим планы на будущий год. То есть на будущий год. И эту идею мы тоже учтем. Места нам хватит. ЦКИ большой. Итак, Евгения, с 11 часов 22 числа все это начинается. Есть ли разница между днями фестиваля? Если, допустим, оба дня не получится, какой день лучше выбрать? Может, что-то порекомендуете? Честно говоря, различие пойдет немножко небольшое. У нас вот информационный центр по атомной энергетике, он будет только 22-го. И различие в концертной программе. То есть она не повторяется. Остальное оно вот таким нон-стопом, то есть это два дня. Можно выбрать. То есть можно выбрать тот день, который удобнее. Кого ждем? Кого ждете? Так, кого ждем? Ждем мы всех. Я особенно акцентирую внимание, что наш фестиваль он универсальный. Он не только для мужчин, но и он и для женщин тоже. Он не только для тех, кто увлечен современным искусством, кто увлечен народными художественными промыслами. Он подходит для всех. Каждый что-то найдет для себя. То есть не элитарное, не только прикладное, а хорошая семейная домашняя история. Уютная. Давайте еще немного об участниках. Не так много времени на самом деле. Легко ли было собрать именно мужчин, занимающихся творчеством, во-первых, и в одном месте, в принципе, найти? Нелегко. Я поняла уже то, что где-то я ввязала такую авантюру сложную, потому что женщина, да, она готова себя представить, мужчина сложнее. И именно я очень надеюсь, что вот этим своим фестивалем мы покажем, что быть творческим мужчином, быть творческим человеком, это не страшно. И показывать вот это. Буквально вчера такое помелькнуло от этих автомодельных ребят, что куда мы идем, ну чего, ну чего мы там, ты как бы как... Нет, я точно знаю, что вот когда даже первый раз ты вынес свои работы на обозрение, тебя похвалили, тебя признали, и все, уже захочется дальше, дальше. Это такая батарейка как бы творческая и для участников, и для посетителей, да, то есть что-то вот поделать своими руками, посмотреть, как люди делают, то есть, ну, это потрясающе. Буквально полминуты еще раз пригласите наших телезрителей на фестиваль. Все, все жители города Владимира, буквально в эти выходные, с 11 часов утра дружным строем идут в Дом офицеров Центра культуры и искусства на Соборной площади на фестиваль мужского творчества «Мужество». Спасибо большое, сорганизатор арт-фестиваля «Мужество, мужское творчество» Евгения Гурина у нас в гостях. Ну, а мы увидимся 22-го на фестивале. Обязательно, обязательно.